Приветствую вас на нашем канале, посвященному ремонту портей своими руками. В данном видеоролике покажу, как устанавливаю ванны, чугунные, железные и априлы, в принципе, так же. Сам процесс не то, что установки даже, а вот как вот эти места, что я с ними делаю. Когда ванну поставили, ее нужно обрегулировать. Регулируем, каждая ванна регулируется по-разному. Ну, в основном, здесь или болты подкручиваются выше-ниже, то есть, или там какие-то, ну, где укрепления, ну, в зависимости от ванны. Но, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать, чтобы у нас, во-первых, был слив. Ну, это почти всегда уже, как бы, заведомо есть в каждой ванне, как бы, что лев чуть выше, чем вот эта задняя часть чуть выше, чем передняя. Чтобы он был скаф. При условии, что вот ванна выставляется по уровню. То есть, вот это место по уровню. И здесь уже, как бы, есть слив. Если у вас будет на выше, сильно, как бы, ниже, то это уже, ну, неправильно. Тем более, еще идет лучшер в плитке. По шму даже визуально будет видно, если ванна, там, не стоит криво. Желательно, как же, делать, чтобы блюдо совсем небольшой, буквально совсем чуть-чуть, но укроп, как бы, сюда и сюда. Это по той причине, что, когда вода у вас будет скатываться, то есть, она, чтобы не вытекала вот сюда наружу, а она, как бы, сжала, как бы, к стенке и скатывалась в ванну. Ну, укроп буквально там совсем, то есть, он фактически угонит, там, привязывает, вот, незаметно, ну, а пороговый, там, буквально совсем маленько. Так, когда я вот эту ванну все выставил, посмотрел, все, она стоит нормально, то есть, что я делаю, был, пену, так, отодвигаем чуть-чуть ванну, с собой расстановлюсь, ванну совсем чуть-чуть. И, когда я вот эти протенирую, пеню так, чтобы пена не угрезала, сильно зарокла, и главное, чтобы потом ее решили, ну, пришлось немного срезать, но, чтобы она, как бы, внутрь, там, тоже на сантиметрах заходила, чтобы хорошо пропенивалась, как и сама ванна. Когда ванна пропенивается хорошо, она будет потом стоять уже устойчиво, если она стоит уже на ножках, и плюс еще за счет пены, то есть, у нее очень соединение, как бы, прочь, что становится, уже ничто не помнило, она не болтается, не шептается, особенно если чугунная, так, все, напеял, теперь идем пододвигаем, ну, пододвигаем чуть-чуть, мертвый пик, чтобы расстояние, ну, было, наверное, миллиметров 4-5 от стенки, чтобы там, вот это вот место, пена была заполнена. То есть, если мы ее в пиклик подвинем, пена просто выдавит, и она, ее там не останется, и важно получится, как бы, она потом, ну, если пена просто выдавит, все, и смысл, что у нее пенины, что-то пенины. Так, сейчас пена схватывается, я ее подрезаю ножиком, вот это, видишь, что убираю, и потом это место я расшиваю. То есть, ну, у нас здесь расшивка белая, будет белая расшивка. Вообще, конечно, лучше, если расшивка какого-то цвета, ну, не белого, в результате, там, а другого. Белый цвет, он очень быстро чернеет, ну, то есть, вам придется, ну, грубо говоря, раз в год ее точно обновлять. Все другие виды, там, силикон, силикон, он почернеет два месяца через три-четыре. Ну, любой силикон белый, там, прокрачный, он имеет свойство такого, что он чернеет очень быстро. Поэтому ими я стараюсь это делать, и так, конечно, ими, если бы сделать, то уже там точно вода уже не подпьет никуда, ничего. Но, кроме стараясь расшивка. Как бы железные, да, ладно, они еще там не играют, у них расшивка со временем еще за счет этого выступления может начать расстрашиваться. Да, если хорошая расшивка, она, ну, думаю, 28, не думаю, я знаю, 58, она у вас, ну, полгода сто процентов простое. Если вы бы хорошо вам установили, любую железную, там, кривую, если чугунная, там она у вас и года два, и три стоит, и даже не трескается. Ну, то есть хорошая, дорогая расшивка, кто там, допустим, там циризит, в этих, ну, бедр, маленький. Ну, а что еще есть? Силикон, в принципе, вот эти все пластиковые, всякие там, они просто у вас, ну, месяц, через два, наверное, просто поотлетят, и в общем смысле не используют. Вот. Так, что там? Еще клеят вот эти керамические бимблокискицы, ну, их тоже, в принципе, можно, если, ну, получается, здесь тогда надо было прям клеят, просто делать. Да, они тоже клеиваются, в принципе, они вообще, вот, довольно нормально смотрятся, и держат, ну, и воду, и ничего не отловилось. Ну, у меня самый простой вариант вот такой, вот, в принципе, держит нормально, но у нас обновлять начинку в год, в принципе, я думаю, никого не можно. Срезаем пилы. Срезаем так, чтобы было ноги, и ничего не торчало. Срезаем так, чтобы было ноги, и ничего не торчало. Старайтесь сделать это ровненько, чтобы потом так же лишнее не смывать. Аккуратнее все сразу сделаем, а потом туда начали. После того, как расшили, надо подождать где-то минут 15-20, наверное, минут подождать и потом уже только замывать лукой. После того, как время прошло, начинаем смывать лишнюю ошибку. Сперла края лучше, где на край лам не попало, чтобы намяшить. Если лишнюю ошибку надолго оставить, она схватится, ее потом уменьшитесь отмывать. Поэтому делайте это не позднее, чем через 20-15. Должно получиться так все ровно. Ну и вот, что у нас получилось. Потом еще осталось установить вот эти чашечки на смеситель. Ну, в принципе, все. Ну, в общем-то и все. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Так же, заходите на мой сайт evoremon.ru. Там также много полезной информации по квартирам, фотографии квартир, которые я делал, а так же какие-то ремонты, наклейка обоев, кладка кафедра, штукатурные стен и так далее. Спасибо. Спасибо.